Привет, это Droid Rus, выставки CES 2013. Прошла презентация Huawei и представили два девайса. Один очень большой смартфон или планшет, и еще один смартфон, это флагман. Huawei Accent D2. Ascent D2, точнее. О нем уже много было утечек, все уже практически знают, как он выглядит. Вот такой вот у него дизайн. Он сам выполнен из пластика, но по бокам идет вот такая вот металлическая каемочка. Кнопочки, кстати, сделаны вот с такими вот рисочками. В принципе, они... это сделано, наверное, чтобы они не скользили. Смотрится достаточно забавно. Сверху слот для SIM-карты, microUSB, для карточки памяти здесь слота нету, только внутренняя память. На самом деле смартфон начинен практически самыми такими мощными... самой мощной начинкой. У него, во-первых, 5-дюймовый Full HD экран, 1920 на 1080. Кроме того, 4-х ядерный процессор 1,5 ГГц и камера на 13 Мп. Давайте взглянем сначала на экран. Экран действительно очень приятный. Пикселей практически не видно. Он яркий, с отличными углами обзора. Ну, смотрится действительно здорово. Уже такое приятное чувство, то, что вот все смартфоны скоро будут вот с таким разрешением. Хочется, чтобы они действительно были такими. Но, что касается скорости работы, не сказать, что он очень быстрый. Как видите, экраны переключаются иногда с небольшим торможением, но, в принципе, это терпимо. Терпимое такое торможение. Что касается камеры. Мы попробуем сделать вот небольшой тестовый снимок. Хоть там и 13 Мп, не сказать, что эта камера действительно такого уж крутого качества. Вот, как видите, такой вот снимок получился немножко смазанный. Возможно, у меня руки дрогнули. Но, если мы вот так вот приближаем, видно то, что эти 13 Мп практически не замечаются. Возможно, это из-за того, что все-таки это пока тестовый, тестовый девайс. Еще не последний. Но камера, все-таки камеру Айфона и там Galaxy S3 побить пока толком не получается. Еще, еще внутри находится батарейка на 3000 мАч. И это действительно классно. Андроиды, как знаете, живут мало. Живут один день обычно. Иногда меньше дня, если их использовать и играть в игрушки, они практически вообще очень быстро садятся. Этот должен жить два дня. Так нам сказали. Тоже нужно проверять, конечно же. Но 3000 мАч, это действительно большая батарейка. Еще, еще что интересного об этом смартфоне можно сказать. Так. Ну, вроде бы, вроде бы все основное в принципе уже сказано. А еще об экране. Его назвали Super Retina. У него PPI 443 где-то примерно. Это выше, чем у Айфона, выше, чем у других устройств. Ну, действительно. А, еще я хотел сравнить его с Айфоном, потому что многие сравнивали то, что дизайн вот этого корпуса похож немножечко на дизайн Айфона. В принципе, вот только за счет вот этой вот металлической рамки. На самом деле, сходств тут не так много. И я думаю, все-таки в суд, наверное, подавать не будут. Ну, вот решеточка еще внизу тоже немножечко, немножечко похожа. Но, в принципе, все-таки Айфон немного по-другому выглядит. Это был Huawei Ascend D2 с выставки CES 2013. Подписывайся на наш канал.